здравствуйте друзья продолжаю разбирать свои январские заказы с алиэкспресс и в этом видео я поделюсь еще одним своим реальным кейсом по управлению освещением я буду использовать двухканальное zigbee реле с сухим контактами питанием по micro usb для управления подсветкой зеркала и аварийным светильником на случай отключения электричества для этого я на базе бюджетных комплектующих собрал источник бесперебойного питания на 5 вольт все этапы сборки и тестов с пояснениями а также вариант автоматизации для home assistant далее в моем уроке а перед тем как мы начнем попрошу вас поставить лайк этому видео чтобы его могли найти как можно больше людей интересующихся умным домом и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше кроме основного освещения в туалете у меня есть еще подсветка для зеркала для управления им я использую простой язык биреле свое время я создал виртуальный объект который объединяет люстру и подсветку и в случае если вай-фай светильник по какой-то причине недоступен то вместо него включается подсветка эта логика отлично работает уже долгое время но в этом уроке я подробно ее разбирать не буду если будет интерес посвящу этому отдельное видео а ссылку на свой рабочий package я оставлю в описании кто будет иметь желание может посмотреть для удобства я воссоздал схему работы подсветки на тестовом стенде тут я тоже применил зигби реле который управляет светильником по питанию точно также у меня работает и на зеркале вместо датчика присутствия которые я использую в реальном кейсе для тестов я взял датчик открытия с точки зрения умного дома разницы нет и один и другой это бинарные сенсоры которые могут иметь статус включена и отключена когда магнит далеко и датчик открыт будет соответствовать статусу присутствия когда рядом и закрыт присутствия нет базовая схема работы присутствие есть свет включается нет присутствия отключается вот пример базовая автоматизация я сделал два триггера переход бинарного сенсора и состояние включена в состояние выключена и наоборот можно и просто отслеживать изменения состояния сенсора без указания конкретных статусов но в таком случае могут быть ошибочное срабатывание например если датчик переходил статус недоступна далее обычный селектор условий которые перебирают варианты первое это датчик перешел состояние включена то есть обнаружил присутствие включаем свет и если присутствия нет тогда свет отключается еще раз скажу это самая простая базовая логика в реальности можно учитывать и дополнительные условия но не будем отклоняться от темы моя идея заключается в том чтобы вместо используемого реле установить двухканальное с сухим контактами возможностью питания по micro usb два канала дадут возможность управлять существующей подсветкой и аварийной на автономном питании тут пригодятся и сухие контакты а питание по micro usb реле позволит легко организовать бесперебойное питание для него в режиме ожидания реле потребляет чуть более двух десятых ватта когда включен один из каналов 6 десятых ватта оба канала 1 ватт так как в один момент времени мне нужен только один из каналов пригодится и режим interlock реализованный в этом устройстве ссылку на обзор этого реле вы найдете по ссылке в описании качестве резервного светильника я рассматривал варианты работающие от 5 вольт чтобы использовать один и тот же источник бесперебойного питания что и для реле таких светильников очень много тут можно подбирать на свой вкус качестве основного рабочего варианта я сначала рассматривал такую светодиодную гирлянду она тонкая в глаза не бросается света дает достаточно для небольшой темной комнаты выбрал 10 метров но планировал отрезать лишнее по месту рассчитана на на питание двух батареек таблеток cr2032 соединенных последовательно то есть и мощность должна быть небольшая и с учетом того что каждая батарейка дает 3 вольта должна нормально работать на 5 вольтах мощность 10 метров а ленты оказалось чуть более 3 ватт забегая вперед скажу что после проведения тестирования я отказался от использования этой ленты и не буду ее рекомендовать к покупке поэтому и ссылку на нее размещать не буду светильник на котором я в конце концов остановился покажу далее ссылку на него вы найдете в описании качестве блока питания я подобрал миниатюрный вариант без корпуса рассчитаны на выходное напряжение 5 вольт и ток до 2 ампер то есть мощность 10 ватт брал с запасом он действительно очень маленький сложности с его размещения вместе установки не будет он имеет широкий диапазон входных напряжений как переменного так и постоянного тока на выходе 5 вольт входные и выходные провода не распаяны это нужно делать самостоятельно и наконец плата источника бесперебойного питания я естественно выбрал вариант на 5 вольт максимальный ток 1 ампер то есть 5 ватт подключение очень простое между источником питания и потребителем плате подключается литий-ионный аккумулятор емкость до 10 ампер часов вот так она выглядит в живую тоже очень компактно я заказал на пробу сразу две вторую планирую установить в разрыв юсб кабеля который подключен к датчику присутствия как я установил этот датчик я тоже показывал видео кто не видел ссылка в описании в сравнении с аккумуляторами для реле светильника я буду использовать элемент 26650 который отдает более 17 ватт часов энергии это более трех суток в режиме ожидания и в моем конечном варианте порядка девяти часов беспрерывной работы светильника второй аккумулятор 18650 который отдает около 11 ватт часов я хочу использовать для датчика присутствия кстати кому интересно потребление упоминаемого микроволнового датчика присутствия которому тоже нужно питание 5 вольт то есть моего аккумулятора должно хватить более чем на двое суток автономной работы кстати кроме обеспечения аварийного освещения реле и датчик это еще два zigbee роутера в сети теперь пора собрать все вместе и проверить будет ли эта система работать так как задумано сейчас все собрано так чтобы обеспечить легкий доступ ко всем компонентам это блок питания 220 вольт сейчас отключено 5 вольт идет на плату бесперебойника от него идет два провода на аккумулятор 26 650 тут около 5000 миллиампер часов на выходе подключен кабель микро юсб для питания реле и гирлянда плюс припаян минус на разрыв если соединить гирлянда будет светить сеть не подключена сейчас работа идет от аккумулятора подаем питание на реле включилась все работает теперь стенд с освещением один канал управляет подсветкой с питанием от сети тут я включился после блока питания на 12 вольт но при использовании буду отключать 220 перед блоком второй канал управляет аварийным светильником на 5 вольт так что тут идеальный кейс для реле с сухим контактом разное напряжение на каждом канале интерлок и питание через микро юсб в режиме интерлок когда включается один канал он автоматически выключает второй это работает на уровне самого реле это обычное освещение от сети питание пропало светильник выключился аварийный светильник продолжают работать и без сети как работает логика сейчас электрика есть это видно по блокам питания обнаружено присутствие включается основной светильник никого нет выключается электрики нет диоды не горят теперь по обнаружению присутствия включается аварийный свет конечно при условии что датчик тоже имеет бесперебойное питание моменты перехода сейчас работал аварийный свет появляется электрика и реле переключается на основной свет и по датчику теперь тоже отключился основной светильник теперь наоборот включаем основной свет электрика пропала реле переключается на резервный светильник и датчик присутствия отключают уже его разберем логику работы в автоматизации включения и выключения используются те же самые триггеры переходы датчика присутствия в состоянии включена и выключена изменения коснулись селектора условий тут добавлено состояние сенсора наличие электричества как его сделать я показывал в своем прошлом видео если он имеет статус выключена геркон закрыта электричество есть включится тот канал реле который управляет основным светильником второе условие для отключения основного светильника она сработает когда датчик присутствия получит статус выключена электричество есть соответственно если датчик сработает когда сенсор электричество показывает его отсутствие тогда сработает другой канал реле тот что управляет аварийным светильником с бесперебойным питанием и последнее условие это переход датчика присутствия в состоянии выключена при отсутствии электричества кстати я все время говорю датчик присутствия так как имею ввиду свой вариант реализации, но при использовании датчика движения, все будет работать так же, а питание у него и так от батарейки не зависит от сети. Сюда добавилась еще одна автоматизация, которая отслеживает статус датчика электричества. Я тут использую тот же принцип конкретного указания переходов включено-выключено и наоборот. Кстати, этот кейс является примером того, зачем нужно мгновенное отслеживание состояния электричества в сети. К прошлому видео мне задавали и такие вопросы, приводя в пример варианты пингования Wi-Fi устройств. Вот как раз для таких автоматизаций, никому не хочется сидеть в темноте. Тут тоже используется селектор условий. Первое сработает тот момент, когда замкнуто реле основного светильника, то есть он включен и при этом сенсор показывает отсутствие электричества, тогда включается канал аварийного освещения, а режим интерлок автоматически отключит основное реле. И наоборот, если включено аварийное освещение и появляется электрика, происходит переключение на основной USB светильник. Все просто и быстро. Теперь несколько слов о финальной реализации. Я отказался от использования гирлянды, которую планировал изначально, благо у меня было несколько USB светильников купленных ранее, вот тут, ссылку вы найдете в описании. Я применил модель на 8 диодов, тип освещения белый, его мощности отлично хватает для освещения туалета, потребляет он всего 1.5 Вт. С учетом потребления реле чуть более 2 Вт. Так я и прикинул время беспрерывного освещения порядка 9 часов. На момент съемки этого видео, я тестирую эту конструкцию примерно трое суток. Тут показана нагрузка которой я разряжал аккумулятор, мощность более 4 Вт, вдвое выше планируемой. Это кстати адресная Wi-Fi гирлянда в режиме эффектов на полной яркости, которая тоже работает от 5 Вт через USB, ссылку на ее обзор я оставил в описании. Я пользовался ей и при реальных блэкаутах, ее хватает для освещения темной комнаты даже на половинной яркости. Читать конечно при ней не получится, но перемещаться без риска разбить себе лоб более чем достаточно. И ее можно зарезервировать таким же образом, по мощности подходит, от такого аккумулятора как у меня может светить около 4 часов. После того как аккумулятор разряжается, плата бесперебойника отключает питание. При зарядке потребление 5,5 Вт, это как раз заявленный для него 1 А. Причем если при этом включить нагрузку, мощность не изменится, то есть аккумулятор просто будет медленнее заряжаться. Из-за некоторого нагрева платы, финальный на момент обзора вариант моей конструкции выглядит так. Плата бесперебойника ничем не прикрыта. Удерживается по краям старой доброй изолентой, простите что не синий. В месте установки над зеркалом есть большой пластиковый кожух, который прикрывает разводку, так что пыль сборки не страшна. Так как срочности в установке нет, я решил пока оставить финальный вариант на стенде. Периодически включаю-выключаю подсветку и внешнее питание, чтобы убедиться в том, что все будет работать как задумано. При реальном использовании такой активности не будет. Вот так я планирую устанавливать. Я нашел USB удлинитель белого цвета, он не будет сильно выделяться и даст возможность легко заменить светильник на другой если будет такая необходимость. Освещения для туалета более чем хватает. То что возникло у меня в виде идей удалось реализовать и на практике. Вариант с использованием гирлянды оказался ошибочным, ее я рекомендовать не буду. А вот USB светильник в сочетании с удлинителем подошел намного лучше. В ближайших планах завершить тестирование, в котором я буду включать и выключать светильник, длительно вплоть до нескольких суток отключать систему от внешнего питания, а затем установить ее вместо существующего реле. Вторую плату бесперебойника с аккумулятором 18650, я буду устанавливать в разрыв USB провода питающего датчик присутствия. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, они помогут распространению этого видео в YouTube. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые обзоры. Если вы хотите поддержать развитие моего канала, можете стать его спонсором или подписаться на сервис Patreon. Также есть возможность разового доната на BuyMeCoffee или другими способами, все ссылки вы найдете в описании. Там же будут и все показанные видео устройства, кроме аккумуляторов их проще купить на месте, а также другие мои обзоры которые упоминал в уроке. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok